Всем привет! Часто у нас бывает такое, что мы прибегаем с работы и нам срочно нужно себя привести в порядок и трансформировать свой макияж вечерний. Допустим, мы разобрались с укладкой и теперь нам нужно сделать что-то с макияжем, чтобы он смотрелся гармонично, при этом всё переделывать времени нету, и я знаю ответ. Мы берём тональное средство и проходимся по нашему личку, чтобы освежить наш макияж. Как сделать эту укладку, я уже выкладывала у себя на канале, вы можете посмотреть, точнее обязательно посмотрите. При всей любви моей к блестящему макияжу, в этот раз я хочу сделать его матовым. Что-то так захотелось, беру полетку Tom Ford, какой мираж, это не обязательно, берёте ту, которая вам нравится, беру цвет вот такой вот. Он нам понадобится, чтобы проработать складку верхнего века. И наносим. Срабатываем складочку. И нижняя века. Причём не бойтесь широкой тушёвки, смотрите, как сразу глаз кажется больше, чем вот этот вот. За счёт низкой тушёвки. Все боятся, но девочки, не бойтесь, я с вами. И что важно, чтобы тушёвка соединялась с верхней тушёвкой, то бишь нижняя века соединялась с верхней. Из этой же палетки вот такой вот коричневый. И затемню уголочек. И проходим всё этим же цветом по нижнему веку. И берём теперь кисточку поменьше, и я возьму такой вот, ой, такой вот коричневый. И затемню весь ресничный край. Берём чёрный карандашик. И проходим с последствий. Дальше я беру оттеночек Eves Saint Laurent 2 All Hours. Это консилер у нас. И прохожусь по зонам высветления. А это у нас под глазками. И смотрите, когда мы под глазками проходимся, мы не просто вот так вот делаем, мы оттушёвываем обязательно. Чтобы не было, не подчёркиваем, свои бенгалы. Над верхней губой. Дальше мы берём бронзер. Бронзер мы можем взять в любой марке, который вам нравится. В принципе, и в масс-маркете вы можете найти бронзер легче, чем найти какой-то корректор для скул. И моё личное убеждение, что весной, летом и в начале осени лучше не пользоваться какими-то серыми корректорами. Потому что серые пятна смотрятся немножко народно и хочется, наоборот, какой-то свежести. Для этого я использую бронзер от Tumfort. Но вы, опять же, можете взять любой, который вам нравится. Наносим как румяна. Вашу коррекцию носа можем сделать. Берём хайлайдер из той же палетки. Я его наношу пальчиком. Уже хорошо. Так, немножечко нам нужно увеличить бровки. Чуть-чуть совсем. Я давно обещала показать, как можно сделать чуть-чуть губы более секси, и чтобы увеличить их визуально. Мы берём вот такой вот карандашик. Вообще, это тени. Это марка GOSH Forever Eyeshadow. И что мы делаем? Мы обрисовываем губки из карандашика. Сейчас смотрится серо. Достаточно, я это всё прекрасно понимаю. Но теперь мы должны это всё растушевать. И берём розовую помаду. Ну, уже на центр, видите? Дальше я хочу чуть-чуть припудриться, и для этого я возьму пудру Hourglass. Она не фиксирует макияж, она чисто даёт такой холёный эффект. Мне румяна добавлять не хочется, потому что и так кажется очень ярко. Единственное, я подсобирала волосы как-нибудь вот так вот. Не знаю. Может быть, сделала бы какой-нибудь высокий пучок. И, в принципе, мой образ на вечер, он был бы готов. Единственное, вот этот дружочек, его нужно, конечно, уже скрыть, потому что он слишком много берёт на всё внимание. Вот такой вот макияж у нас получился. Дружочка мы опять спрятали. Вот так вот можно идти в люди. Надеюсь, вам видео понравилось. Буду рада вашим лайкам, комментариям, дизлайкам тоже ставьте, если что-то не нравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что было для вас информативно, или какую тему я, допустим, не раскрыла. Мне всё будет очень приятно. Хорошего вам дня, вечера, утра, когда вы меня там смотрите. Всего хорошего, пока!